Набили баклуши, так называемые, и с них будем делать ложку. Ложка, видите, здесь у нас с рисунком будет посложнее. Начинаем, потом мы вырубаем. У нас топор идет в одном направлении, ложка сама поворачивается, как нам надо. Сколько себя помнит, Анатолий Ширяев работает с деревом. С самого детства в его руках обычный перочинный нож становился инструментом. Отец у меня пастухом был, и я с ним с детства на конях, и потом, найдя какой-нибудь сучочек, сидел там с оболька, белочку вырезал. Потом Анатолий учился в Суриковской школе в Красноярске, а как вернулся, стал заниматься посудой. Ковши, чашки, кружки, ложки. Может изготовить все, но сейчас все больше хочется творчества. Все, что, как говорится, связано с искусством, все мне нравится. Разницы нет. Просто это может быть какая-то щепочка, из нее можно что-то сделать. Нам надо будет сделать вылет немножко, наверное, да? Вот так, чтобы она у нас... Да. Да? Значит, как мы делаем вылет? Мы делаем вот здесь вот, подрубаем, аккуратно только. Мастер с удовольствием берет себе учеников и от начала до конца показывает процесс превращения деревяшки в полезную утварь. А еще Анатолий Ширяев уверен, нельзя делать по шаблону. В каждое свое изделие он вкладывает душу. Это все делается вручную. Это ручной труд. И тем более, если вы заметили, у меня как бы нету, но одинаковых как бы ложек. Потому что когда вещь делает по шаблону, души, по-моему, нету в ней. С детства он убрал там и вырезал, то есть, не знаю. Это же не задумывается, оно откуда-то сверху уже приходит некоторые вещи. Сначала мы грубой наждачкой делим, потом мы берем мелкую наждачку и делаем вот так. И будет влезть. В этом году Анатолий Ширяев на «Мире Сибири» больше показывает мастер-классы. Зато уже в следующем он намерен представить на конкурс серьезную работу. Мысли есть интересные, но думаю, это будут шахматы в тематике «Мир Сибири». А что там будет, потом увидите. Субтитры подогнал «Симон»!